Здравствуйте всем на канале Искусство Кондитера! Сегодня делаю крем из зеленого заварного чая. В интернете я видела множество рецептов кремов с зеленым японским чаем мача. И в комментариях автору задавали вопрос, можно ли заменить чай мача обычным зеленым чаем. И автор отвечал, что нельзя. А я вам скажу, что можно. На основе обычного зеленого чая сделать крем. Итак, для приготовления крема мне понадобится пол-литра молока, два желтка и одно целое яйцо, 45-50 грамм крахмала кукурузного. Если вы хотите крем более плотный, ложите тогда 50 грамм крахмала. 75 грамм сахара, 2 пакетика зеленого чая, веточка корицы, можете использовать молотую корицу, щепотку, и лимонная цедра. В подготовленную емкость сложим корицу, лимон и 2 пакетика зеленого чая. И выливаем все молоко. И все это доводим до температуры 85-90 градусов. То бишь мы завариваем чай на молоке. В другую емкость мы выливаем желтки, добавляем целое яйцо, добавляем сахар, все хорошенько размешиваем. И сейчас будем добавлять просеянный крахмал и также хорошо-хорошо размешивать. А теперь выливаем сюда остывший зеленый чай с молоком. Перемешиваем все это и ставим на огонь до кипения. Доводим. Непрерывно нужно перемешивать крем деревянной лопаткой, чтобы он не пригорел снизу. Как только закипел, снимаем с огня и крем готов. После того, как крем охладится, можно его уже набирать в кондитерский мешок, в кондитерский рукав и уже на торт или в пирожные. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А вообще рецепт это старый испанский рецепт. Всеми уже давно забыт, но я его хочу напомнить. Все, всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok